Местные жители знают, что обычно вся зеленая зона на Касимовском шоссе превращается в одну большую кучу мусора. Хуже всего дела обстоят весной, когда снег тает и весь годовой мусор всплывает на поверхность. И в это время года на зеленую зону не то что выходить, смотреть противно, говорят люди. Снег сошел, город очень грязный, неприятно видеть весь этот мусор, когда даже возвращаешься домой с работы. А тем более я работаю в аппарате комиссии по делам несовершеннолетних. Мы работаем с детьми, защищаем их права и чистый город, я думаю, это одно из вещей, которые нужны нашим детям, чтобы они видели чистый город, чтобы они тоже приучались к порядку в городе, не сорили, не мусорили. Наталья Павлинова вышла на первый общегородской субботник именно с этой целью – сделать город чище. В таком стремлении она не одна. Вместе с ней трудятся около тысячи человек в разных районах города. Это и сотрудники муниципальных учреждений образования, культуры, коммунальной сферы, подразделения администрации города, волонтеры и жители Рязани. Планы на субботник немного подпортила погода, акцентировались на мусоре, который можно собрать руками. Такие были организованы на десяти территориях, зеленых зонах, на участках улиц сельских строителей, Песочинская, Шереметьевская, Тимуровцев, Советской армии, Ленинского комсомола, а также на Славянском проспекте, Лыбецком бульваре и в парке Героев 1812 года. Всего силами участников субботника при поддержке районных префектур и дирекции благоустройства города было вывезено свыше 150 кубических метров различного мусора. Следующий субботник, но опять же будем смотреть по погоде. Если будет сухая погода, выйдем на те участки, где нужно будет убираться. Грабли, веники. То есть это все те места, где не убрали, не провели субботник осенью. Сегодня у нас 14 объектов, но это, если так говорить, это одна двадцатая из того, что мы хотим убрать. Всего планируется провести минимум три общегородских субботника. Однако Вячеслав Несин упомянул, что к ним часто обращаются организации и предприятия, которые также проводят субботники и внутренние. Следующий общегородской субботник состоится 13 апреля. К участию приглашаются все предприятия, организации, учреждения и населения города. Подробная информация будет размещена на сайте администрации дополнительно. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город.